Добрый вечер, уважаемые партнёры, как меня слышно? Давайте проверим связь. Слышно меня хорошо, да? Замечательно. А то у меня интернет почему-то сегодня тормозит. Я надеюсь, что всё будет в порядке. Итак, сейчас мы посмотрели видео Grand Opening. Очень приятно в который раз прикоснуться, посмотреть на всё это, потому что мы там присутствуем, потому что это здорово. Михаил сказал, что это новый запуск нашей компании, то есть это новый старт. Я думаю, что для нас это тоже большое событие. И уверена, что компания теперь ещё больше будет вкладывать силы и энергии в развитии бизнеса во всех странах. Итак, добрый вечер ещё раз. Сегодня с вами Людмила Хлебушкина. И сегодня мы продолжаем нашу систему обучения. Значит, вы видите все на экране сегодня заставка, система, опять на поменяние системы. Что я хочу сказать? Дело в том, что мы всё время читаем определённые шаги этой системы. И вы видите, вот 7 шагов такой вот системы. Мы уже прочитали предыдущие темы. Эти темы у нас повторяются. И я хочу сказать, люди говорят, вот там читают адозы. Ну, я хочу сказать, что у нас постоянно прибывают новые люди, постоянно. И думаю, что это нельзя назвать одно и то же, потому что постоянно идёт круговорот. Понимаете, с первого по седьмой шаг они всё время повторяются. И мы работаем именно по этим шагам. И должны преподносить это всё время новым новичкам, новым людям. И проблема в том, что приходят новые люди и не всегда знают, куда идти в этом бизнесе. Часто они вообще не знают ничего о сетевом маркетинге. У нас так много таких людей. Но ещё бывает большая проблема в том, что не все спонсоры, которых приглашают, знают, куда идти и куда их привезти. Да, правильно. Взрение, мать учения. Вот, поэтому мы всё время будем повторять наши шаги. И прошлые шаги мы закончили на пятом шаге. И сегодня у нас будет шестой, седьмой шаг. Значит, поэтому, плюс ко всему, у нас читают это разные люди. И поэтому каждый человек имеет свой собственный взгляд на систему. Это те шаги, которые предлагаю вам я, предлагают вам те люди, которые в нашей компании уже достигли успеха. Которые уже дорабатывают неплохо. И поэтому, то есть я хочу сказать, что это работающая система. То есть эти шаги привели нас к чему-то. Если сейчас придут новые люди, более сильные, чем мы, и они усовершенствуют эту систему и добьются большего, лучшего успеха, мы с удовольствием будем использовать опыт этих новых людей. И это будет замечательно. Поэтому я считаю, что каждый человек приходит и что-то приносит новое. И все школы не могут быть одинаковыми. Поэтому мы продолжаем двигаться вперёд. И мы говорим о том, что мы обучаем всех людей определённым действиям. Все эти действия мы объединили в одно понятие — система. Да, всё это понятно. И мы говорим, что успех вашего бизнеса в чём? В системе. Конечно, я могу привести массу примеров работающих систем. Но прежде всего, всё, что работает в системе, всё работает. То есть каждый винтик, вот машина работает. Если какой-то винтик убрать, что-то убрать, то машина ехать не будет. Поэтому всё, что у нас систематизировано, то, естественно, у нас работает. Я думаю, что доказывать не нужно. Тут пишет, что прерывается. Ещё раз давайте вы мне скажете, прерывается или нет всё-таки. Как меня слышно? Слышно нормально, да? Ну хорошо, спасибо большое. Итак, система — это стабильность, система — это повторяемость и это дубликация. И что мы делаем? Мы добиваемся того, чтобы у нас подключилась так называемая дубликация. Дубликация — это тоже путь к успеху в сетевом бизнесе. Что такое дубликация? Для тех, кто не знает, давайте повторять опять. Что такое дубликация и как её добиться? Дубликация от слова латинского происходит, означает удвоение, дублицирование. Это действие, которое приводит к удвоению. Я думаю, что это всем понятно. Ну иначе говоря, это копирование действий, качеств, может быть, манеры поведения тех людей, которые чего-то добились. В данном случае добились успеха в сетевом бизнесе. Мы об этом говорим сегодня. Ведь если один человек проделал определённые шаги и получил результат, значит, это может повторить любой, каждый. Согласны со мной? То есть для того, чтобы получить результат, надо всего лишь повторить действия того человека, который получил желаемый результат. Я думаю, что это понятно. А если это проделывает группа людей, то это уже будет что, цепная реакция? Вот мы здесь и добиваемся того, чтобы вы запустили свой бизнес по системе вот этими шагами. Если вы научили следующего человека, просто пригласите человека, нового партнёра, да, научите его делать то же самое, что сделали вы, повторить вас, да. А если вы научите делать пять человек, то вы получите уже команду, понимаете? Научите их делать то же самое. Команда начнёт расти. И это уже будет… Независимо от вас, я уже говорила о том, что вот вначале так тяжело, кажется, не получится, да. Но когда ты веришь в то, что получится, и думаешь, ну ты же не хуже всех, если вот у кого-то получилось, то почему у тебя не получится? И это тоже очень важно верить. И когда ты это сделаешь, еще несколько человек, то потом этот процесс настолько запускается, что его вообще, как снежный кол, невозможно, в принципе, остановить. Вот это важно. Дубликация — один из важных элементов сетевого бизнеса. Другой вопрос, как это? Продобиться. И эти шаги для того, чтобы мы вам, ну как бы, прописали, все время об этом говорим, для того, чтобы большинство людей это повторяли. Итак, в МЛМ, ну в сетевом проекте, естественно, дубликация должна быть как в ширину, потому что в ширину это тех людей, которые вы подписываете под себя, да. То есть всех нужно научить, самое главное, глубину. Поэтому не нужно изобретать велосипед, не нужно наступать на какие-то те же грабли. Нужно просто скопировать того человека, который уже сделал. Я думаю, что это понятно. Итак, дубликация — это тоже ключевое слово. И мы возвращаемся к нашей системе. Мы говорим о том, что, ну не буду всё повторять, о том, что мы зарегистрировались, заключили моральный контракт о том, что человек будет это делать, все эти шаги выполнять. И будет слышать вас, потому что вы уже какой-то чек имеете, да. Мы все сюда приходим за деньги, вот. И, конечно, мы с ним пишем цели, которые поведут, ну, может быть, заставят человека делать определённые эти действия. Дело в том, что я хотела сказать, что некоторые люди на меня даже обижаются, когда воспотребляют слово «должен». И говорят, может быть, ну, никто никому не должен. Я тут согласна с вами, никто никому не должен. Вот, но дело в том, что мы, когда приходим сюда в бизнес, то, наверное, мы все хотим добиться успеха. И вот это вот обязательство перед собой, наверное, всё-таки мы должны какие-то брать. И вот тот моральный контракт, который мы заключаем, мы не подписываем никаких документов, да. Мы просто говорим человеку о своём проекционности и об эти шагах, которые он должен повторить, понимаете. Может быть, я даже не знаю, какое слово подобрать должен. Просто если человек эти шаги не будет делать, то бизнес не получается, к сожалению. И я это когда-то поняла. Вот. И я не всегда, в общем-то, у меня всегда у меня всё получалось. Я многим рассказывала, что это моя не первая компания. И на самом деле предыдущей компанией получился бизнес. Я, в принципе, не всё делала, что мне говорили мои спонсоры, понимаете. И я добилась не только потому, что там компания уже поздно на рынке была, там были и мои проблемы. Просто я не всё повторяла, не всё делала, как мне говорил этот человек. А вот тут ещё у нас следующая тема будет, спонсорская линия, уважение к спонсору. Дело в том, что тот человек, который пришёл раньше в бизнес, хотя бы на три дня, он уже больше знает. А тот человек, который пришёл, извините, на год раньше, наверное, уже точно знает, и который уже чек имеет, что нужно делать. А многие приходят, и я же такая тоже пришла и говорила, да нет, вот я заработаю деньги, потом буду это сделать. Да, я не буду делать этот товарооборот 200 баллов, я буду делать столько, сколько смогу, заработаю деньги, потом сделаю и так далее. А бизнес не получался. Поэтому, когда вы принимаете решение, регистрируйте, послушайте того человека, который вас пригласил, который имеет опыт. И вот это вот и заключается в моральном контракте, о том, что действительно нужно делать то, что, тогда у вас бизнес однозначно получится. Причём очень чётко нужно делать. А шаги, в общем-то, несложные, простые. Мы пишем цели, а цели — это те, которые поведут вас всё-таки к результату, потому что главное в этом бизнесе, конечно, очень сложности начинаются. Всегда начинаются сложности, я всегда об этом говорю, что как вы только примете решение чего-то добиться или что-то сделать, чего-то достичь, обязательно Вселенная начинает вас проверять, и всегда у вас появляются какие-то проблемы. Обязательно кто-то заболеет или вся семья заболеет. Обязательно возникнут те трудности, которые, в принципе, у каждого человека в жизни случаются. То есть это наша жизнь, да? Кто-то рождается, кто-то умирает, кто-то болеет и так далее. Но важно то, чтобы вы продолжали жить этой жизнью, решали свои жизненные проблемы и продолжали свой проект, не останавливались. Вот тогда вот это испытание пройдёт, и вы получите результат. Так вот, то, что мы запишем ради чего мы, зачем сюда пришли, цель, которая будет записана вначале у нас, если мы определим, что у нас будет действительно такая цель, которая нас не остановит, вот это вот важно, нужно записать. И часто на неё обращаться, обращаться к ней, смотреть на неё, прочитывать и идти вперёд. Вот, если у человека нет цели, я говорю о том, что тоже бизнес вряд ли получится, потому что нет ради чего. Малейшая проблема, и человек не будет двигаться. Ну, некоторые люди равны ради своей цели, а ради цели других. И тоже я об этом говорю, что вот если у человека что-то не получается, я говорю, может быть, цели поменять. Или, допустим, поработать, помочь достичь цели своему партнёру или своему спонсору. Это тоже, как бы, очень важно помочь другому добиться результата. Потом мы пишем список знакомых, потом мы делаем приглашение, наконец мы назначаем бизнес-встречи и делаем наше бизнес-предложение. Так вот, эти все темы мы изучали, проходили, сегодня мы подошли к следующей теме – товарооборот. Я считаю, что это очень важная тема – товарооборот и обучение. И что такое товарооборот? Вот, мы покупаем продукты. Мы говорим о том, что мы должны, мы приходим в бизнес, начинаем работать, учиться, цели пишем. И, конечно, мы говорим новичку, который пришёл в бизнес, о том, что надо сделать. Нужно подумать, первую неделю ожидательно подумать, какие продукты вы сможете сразу заменить в доме на продукты из вашего бизнеса. Потому что мы приняли, что это наша компания, это наш бизнес, это наш магазин. И мы чем занимаемся? Мы продвигаем продукты компании Essence. Согласны? Мы занимаемся продвижением продукции, мы занимаемся рекламой. И компания нам платит за товарооборот. И об этом заплатить нельзя, об этом нужно всегда помнить, что нам платят за товарооборот. То есть мы должны покупать продукты себе в личное пользование в нашем магазине. И было бы, наверное, ничто, если бы, допустим, я в компании Essence приняла решение строить бизнес, да, и покупала бы зубную пасту. Ну, не нравится, допустим, мне зубная паста, и я пошла бы, наверное, зубную пасту покупать в другой соседний магазин. Я думаю, что это нелогично, правильно? Все со мной согласны или нет? Кто-то так делает в нашей команде, не покупает зубную пасту у нас, не покупает шампунь, а ходит в другой магазин. То есть продвигает продукты другого магазина. Я думаю, что это нелогично. Уверена, что человек даже в этом маркетинге имеет свой собственный магазин. Уверена, что он не ходит в соседний магазин за продуктами, а покупает только все это в своем магазине. Думаю, что вы со мной согласитесь. Конечно, только эссенс. Потому что это просто нелогично. И это неправильно. Решили, значит, покупайте. Вы в бизнесе? Так купите продукты в личное пользование. Я ищу раз десять восклицательных знаков. Молодцы, что согласны. Я очень рада. Хотя я была у таких, кто работает в нашем бизнесе, а зубная паста колл гейт. А пена для бритья не веря. И смотрю и говорю, а почему? Человек не понимает, почему. Ну, то есть, как правило, это люди-продавцы, которые занимаются продажей только духов. То есть они не полностью в бизнесе, и в любой момент этот человек может уйти из бизнеса. То есть я считаю, что это нестабильный человек в бизнесе. Итак, личная польза. На первом месте это самый надежный способ познакомиться и заинтересоваться продуктом. Если человек верит в продукт, если он не верит в продукт достаточно сильно, чтобы пользоваться им, то зачем мы вообще его подписали? Поэтому я вам предлагаю, если вы даёте информацию людям о нашем бизнес-проекте, есть такие люди, которые у нас являются, будут, не будут компаниями, да, но три варианта. Мы сейчас открываем людям все возможности, потому что мы пришли людям отдавать. Мы пришли людям отдавать. Это очень тоже важное качество. Не забирать, чтобы люди не чувствовали, что мы пришли у них что-то забрать, да, или что-то парить, или что-то у них вытащить. Мы сторона дающая. То есть мы идём к человеку или приглашаем человека на встречу, и мы очень чётко должны понимать, что мы сторона дающая, мы даём человеку возможность. Мы даём человеку, знаете, такой антикризис. И человек должен это почувствовать, что вы хотите, чтобы человек в этом проекте выиграл. То есть вы говорите ему о его выгоде. Это важно. Элемент продажи, когда вы идёте к человеку, да? То есть вы говорите о его выгодах. И, конечно, когда вы предлагаете быть его клиентом с доставкой на дом, он не хочет регистрироваться, пожалуйста, он всё равно выгодает, тем более парфюм, он всё равно, наш парфюм, он дешевле того, что в магазине, даже если человек купит его по полной цене. Правильно? Правильно. А ценное и качество вообще несовместимы. Если какой-то там другой продукт может быть дороже, то парфюм однозначно человек будет покупать, вам заказывайте экономить. Поэтому мы ему говорим о его выгоде. Вот тот человек, который захочет зарегистрироваться покупателем и просто покупать продукт, я вас очень прошу, помогите ему сделать заказ. Об этом говорил нам президент Михаил Ковар. Он говорит, что откройте эту возможность, регистрируйте людей покупателем. Бесплатная регистрация. Но помогите человеку сделать заказ. Хочет он подешевле брать продукт, да пусть он берёт. Не используйте как клиента. Покажите ему, что клиентом, но он может быть и покупателем. Но если человек говорит, что я не буду сейчас покупать, ты меня зарегистрируй, а я куплю там через месяц, через два или осенью, то я вас попрошу не регистрировать таких людей, потому что, как правило, мы знаем законы Вселенной, мы уже тут умные все. Мы говорим о том, что человек, который откладывает на завтра, не делает это никогда. Существует только сегодня. Он забудет об этом. Поэтому не нужно делать перепись населения. Тем более, что по статистике, опять же, президент сказал, что у нас 79% нулей, которые вообще никогда не сделали заказы. Поэтому я вас очень прошу. Хорошо. Просто помогите сделать такой заказ. Если человек не собирается покупать, вы ему скажите, что как-то только соберешься, я с удовольствием тебе помогу сделать заказ. Мы зарегистрируемся. Ну, пройдет время, через какое-то время вы ему напомните. Думаю, что это будет логично и правильно. Если он не собирается делать заказ, ну тогда вы ему просто купите один флакон по полной стоимости. Итак, говорим о трех возможностях. Человек, который пришел к вам строить бизнес, который хочет зарабатывать сотни, да, тысячи рублей в этом проекте от компании, он просто должен изучить весь продукт, он должен стать самым лучшим своим клиентом, и это логично, и тут слово «должен» просто. Ну, просто я не знаю, как можно сказать, потому что это наш бизнес. Вот и все. Сразу говорим новичку о том, что посмотри, какие продукты ты сегодня можешь купить. Раз ты принял решение о том, что ты будешь строить серьезный бизнес, и цель твоя создать остаточный доход, да, то что такое остаточный доход? Это когда мы входим в свой кабинет сегодня и смотрим, да, мы сделали товарооборот, допустим, 100 баллов, я захожу в свой кабинет сегодня, смотрю, у меня 5 тысяч уже, да, завтра захожу в свой кабинет, а у меня уже 20 тысяч, послезавтра 50 тысяч и так далее, да. То есть теми, которые приходили, которых вы приглашали в бизнес-проект, они продолжают делать покупки, вот, и у вас растет чек, вот это у нас остаточный доход. Я думаю, что вы все хотите, чтобы у вас чек так рос, и вы в кабинете это наблюдали, и все, конечно же, этого хотим, да, уверены, что все хотим. Поэтому, поэтому мы, конечно, будем покупать продукт пользования и будем говорить о том, что новый человек должен тоже сделать покупку в личное пользование. чтобы изучить этот продукт. Потому что, когда мы встречаемся, проводим встречи, мы работаем, мы должны передать свои эмоции. И по стилистике человек, который пришел на встречу, знаете, он немножко закрытый, да, у него есть такой некий панцирь, все равно мы его приглашаем в встречу, у него все равно такой некий захищенный панцирь, он начинает отбиваться. И чтобы этот панцирь пробить, да, это называется работа с возражением, уже другая, да, что этот панцирь пробить, его можно пробить только одним путем, эмоциями. 80% эмоций по продукту и 20% по логике. Это уже техника продаж. Дело в том, что если бы вы, если вы не будете пользоваться продуктом, о каких эмоциях и не сможете... Я думаю, что я это очень бы правильно сказала. Итак, нам платят за товарооборот, поэтому мы будем покупать продукт в пользование. Но проводя встречи, мы все равно встречаем людей, которые не подключаются, и они нам делают заказы. То есть у нас появляются клиенты. И продавать нам все равно придется. И некоторые люди даже любят это делать, замечательно. А те, кто не любят, научатся, потому что бизнес-возможность на самом деле нужно продать. Не просто продукт, а бизнес-возможность. Это тоже рода продажи. И в начале, когда у нас еще нет чека остаточного дохода, мы пока проводим встречи, и пока в начале нам деньги нужны, поэтому хорошо бы научиться продавать. И это здорово. Но пройдет время, понимаете, и через некоторое время рынок будет занят. Если сегодня наш продукт берут многие, то чем дальше мы продвигаемся, тем больше занимается рынок. И придет тот момент, когда каждый сам сможет купить этот продукт, и очень мало будет покупателей. То есть у нас покупательский маркетинг вообще-то. И что у вас тогда? Закончится бизнес? Я думаю, что этого не хотите. Я уверена в этом. И что у вас не будет заказов? Покупок не будет? И тогда что будет? Дубликация. И у вас не будет покупок, и у ваших людей тоже не будет. И чека не будет. Вам это надо? Уверена, что не надо. Мы сюда не для этого пришли, не для этого мы как бы трудимся в пути лица, потому что нельзя сказать, что это бизнес простой, все равно нужно тратить на него время. Все равно нужно тратить энергию, нужно общаться много с людьми. Поэтому, в принципе, я начинала целый год, я работала настолько напряженно. Это сейчас получила свободу, когда уже вышла на остаточный доход. А первый год я работала, и все знают, на основной работе, и занималась я, и все остальные обязанности. Я в таком цепноте жила, именно ради этого, чтобы получить после свободу. Поэтому я, естественно, дала себе слово, что я буду делать, строить бизнес, и, естественно, я буду делать ежемесячно 100 баллов. И я могу каждому показать, что за тот период, когда я работала, не было ни одного месяца, когда я не сделала товарооборот 100 баллов. То есть это было минимальное у меня 100 баллов. А то, как правило, больше. И, естественно, я, потому что я делала это все правильно, естественно, была дубликация. То есть большая часть людей вас дублицирует. Так какая вам дубликация нужна? Именно та, которую вы хотите. Вот я лично пришла в ту компанию, которая мне пообещала на многие-многие лет этот бизнес. Даже этот бизнес можно будет передать по наследству. Это очень важно. И Михаил Ковар о том говорит, мы пришли не на 10, не на 20, не на 30, а 50 лет на рынок, понимаете? Может быть, наша компания переплюнет, когда это Amway компания. Будет самая сильная компания в мире. Я в это верю. Я в это верю. Поэтому я, естественно, формирую у людей правильные привычки и надолго. Готовьтесь о том, что вам нужно эти 100 баллов делать 50 лет вперед, и вашим детям тоже, понимаете? И тогда у вас будет стабильный остаточный доход. Запустите именно правильную дубликацию. Личное пользование, конечно, на первом месте. Как еще я делаю? Какие рекомендации по товарообороту? Я, конечно, делаю 50 баллов в начале месяца, в первые дни и 50 баллов в середине месяца. Очень часто у меня получается, что я в начале месяца сразу делаю 100 баллов. В принципе, я свой бизнес планирую. Я в своем бизнесе директор. Я в своем бизнесе хозяин. И поэтому я планирую вот в конце предыдущего месяца, я уже планирую, что я делаю в начале. Поэтому я стараюсь запустить бизнес в самом начале месяца. Если я смотрю, что у меня, допустим, уже товарооборот 100 баллов или 120-150 сделан, допустим, в апреле, то в конце. А мне уже нужно купить, у меня заканчиваются пробиотики. Я же всем пользуюсь. У меня зубная паста заканчивается, шампунь заканчивается. Я посмотрела, там кремы какие-то закончились. Потом смотрю, что у меня день рождения намечается. Я уже жду. Думаю, мне нужно первое число следующего месяца, чтобы сделать этот товарооборот в начале месяца. Это важно для меня. Понимаете, я вот так вот это делаю. Ну а если у меня появляются, естественно, заказы, потому что клиенты, они однозначно у нас появляются, то тогда я сделаю более чем 100 баллов. Это важно. Клиентов тоже нужно иметь. То есть, в принципе, к середине месяца, к середине месяца я уже вижу картину своего бизнеса. И, как правило, на сегодняшний день картина моего бизнеса в середине месяца — это 28%. Так, и у вас прерывается. Еще раз давайте проверим звук. Неужели мой интернет рвется? Как меня слышно? У всех прерывается или нет? Ну, вроде бы нет. Спасибо большое. Ну, давайте продолжим дальше. Я очень хочу, чтобы вы услышали важные моменты. Может быть, я часто повторяю одно и то же. Но я очень хочу, чтобы вы поняли, что это важные моменты. Понимаете? Потому что вы пришли строить бизнес. А строить бизнес на авось никто не хочет. Результаты на авось никто не хочет. А у нас часто бывают такие моменты, когда человек особенно начинает. Он вроде и принимает решение строить. Он вроде и говорит, что да, что это делать. Но поскольку вначале еще мало человек к нему пришло. И эти люди, может быть, не сделали товарооборот еще. Он говорит, ну, они не сделали. И я не буду делать. Понимаете? И вот это неправильная позиция на сегодня. Нужно начинать с себя и смотреть на тех людей, которые не делают. Потому что это бизнес отбора. И всегда найдутся те люди, которые будут приходить и отваливаться. Приходить и уходить. Это как в трамвай. Один человек зашел в трамвай и доехал с тобой до восконечной остановки. А другой зашел в трамвай и зашел на следующий. Он чуть-чуть с тобой побыл и ушел. Это всегда так будет. Вы должны ориентироваться на тех людей, которые временные в вашем бизнесе. Вы должны ориентироваться на сколько вы в этом бизнесе. Постоянный. Поэтому вы приходите четко, четко понимаете, что да, мне нужно сегодня купить то-то, то-то продукт. Я могу. А тут я вот столько продам. А на эти деньги я тоже вложу еще. Куплю продукт из этой компании. И пусть у меня сегодня не такое количество денег. Но они же придут, потому что начнется дубликация. Особенно лидеры. Лидеры вас будут дублицировать. То есть те люди, которые локомотивы сильные, они обязательно придут. Они зададут тон всей вашей организации. И если вы будете дублицировать нули, то, естественно, это закон такой, подобное к подобному. Закон вселенной, понимаете, будут дублицироваться нули. И мы наблюдаем некоторых людей, которые очень много рекрутируют людей. Они сами не делают товарооборот. И в структуре у них одни нули. И люди их тоже не делают. Идет неправильная дубликация. Закон придержания. Подобное к подобному. Еще что хочу сказать. Да, подарки близким, я уже сказала, это тоже. Розничная продажа, личное потребление. Из вот этого у вас состоится, составляется вот этот товарооборот 100 баллов. Вы знаете, я вот приняла решение о 100 баллов. Но я вот сравнивала, анализировала. Основная масса, конечно, меня дублицирует. И поэтому бизнес строится. Но я анализировала просто другого человека, который пришел со мной параллельно в структуру. Она сейчас не работает, наша компания ушла. Но суть в том, что когда она делала 400 баллов, и она всем говорила о том, что нужно 400 баллов делать, ее люди, вы знаете, дублицировали. Большая часть людей она показывала, как она это делает. И они ее повторяли. И она гораздо быстрее вышла на большие чеки. Поэтому, в принципе, 100 баллов это не сложно сделать. Понимаете? Но если вы для себя решите, вы хотите 400 баллов, быстрее выйти на более высокие чеки и можете это сделать, покажите это, пожалуйста. Но вот те люди, которые говорят, что можно на 20 баллов построить, я считаю, что это неправильно. Потому что вот 1200 баллов, да? Если 9 процентов. Чтобы выйти на этот товарооборот, делая 100 баллов, вас люди будут повторять, вам всего 12 человек нужно. А если вы начнете делать 20 баллов, это бизнес, во-первых, сложно назвать, два флакона в месяц. Вот в моем понимании это не бизнес, это, ну, на самом-то, ну, как вам сказать, не хочется никого обижать, но это вообще только ленивые два флакона в месяц сделать. Понимаете? Поэтому нужно делать больше, тем более, что у нас очень много продуктов, которыми мы хотим пользоваться. Поэтому я считаю, что нужно делать именно 100 баллов. Да, если вы сделаете 20, то вы понимаете, что вам нужно 60 человек. То есть вам нужно больше крутиться, больше вертеться, больше рекрутиться, да, чтобы прибытие на такой. Итак, всем понятно про товарооборот, да? Всем понятно, что такое товарооборот. Нам платят за то, что мы покупаем продукт, и продукты куплены по нашим рекомендациям. То есть мы проводим встречи, рекрутируем людей, и люди под нами регистрируются и делают покупки. И нам компания за это платит. Поэтому обязательный товарооборот нужно делать всегда. Значит, будут у вас розничные продажи, я уже говорила, будут у вас и клиенты, будут у вас и продавцы. Будут те люди, которые просто хотят покупать и продавать, и я хочу сказать, что, ну, слава Богу, пусть продают. Но на самом деле я хочу обратить ваше внимание, что на продавцах все-таки бизнес не построишь, потому что продавец, он зациклен на продаже, понимаете, он не покупает продукт в пользование, и он собирает заказы все время на флаконы. И его цель – купить и поручить разницу, понимаете? Получить разницу с продажей достигнута. Да, вот многие собирают 18 плюс 14, да, плюс 2. 8 плюс 1 – великолепные у нас акции. Но дело в том, что человек получил эту цифру, он уже в голове ее заложил, что ему нужно это, понимаете, эта цифра цель его достигнута. И он в этом месте продал, а если под ним людей нет, он не строит бизнес, он чека не имеет, и в следующий месяц он может вообще пропасть. Он может уйти в другую компанию продавать, если ему предложат другой продукт, он не привязан, понимаете? Поэтому я считаю, что продавцы есть и будут, конечно, но лучше, чтобы вам, чтобы вы строили на потреблении. То есть вы весь продукт полюбили, использовали. И вот такой момент еще мне сегодня тоже задавали вопрос. Чем наша зубная паста лучше зубной пасты другой компании? Вот человек, который не строит бизнес, он говорит, что та паста дешевле, и я ее буду покупать, правильно? А ваша дороже, я ее буду. Каким образом, почему этот человек так рассуждает? Я хочу сказать, что этот человек, во-первых, рассужден как предприниматель, а как покупатель. Во-вторых, этот человек смотрит, ну, как бы сказать, это психология бедного мышления, человека, у которого нет денег, он ищет что подешевле. А предприниматель, богатый человек, это Роберт Киосаки говорит, у него мышление другое. Он думает так, сколько я с этой пастой могу заработать? Вот, я покупаю нашу зубную пасту, у меня даже мысли нет о том, что есть какая-то паста, может быть, даже очень хорошая, вот, и может быть, стоит даже дешевле, но я и не пойду ее покупать, потому что я с той зубной пастой не зарабатываю, понимаете? Я зарабатываю с этой зубной пастой, поэтому я мыслю себе следующим образом. Что мне дает возможность покупать эту пасту? Мне дает возможность, вернее, сколько я на этой пасте зарабатываю? Я на этой пасте зарабатываю 200 тысяч, понимаете? Буду я покупать эту пасту? Нет. Поэтому если вы, но у нас есть такой закон, сначала быть, потом иметь, поэтому вы сначала решите для себя, что вы с этой зубной пастой зарабатываете, а только после этого к вам придут деньги. Вот это тоже важный момент, понимаете? А если вы будете мыслить, что нет, так, зубная паста дешевле, и я буду брать ее, то у вас этот чек, он не придет, понимаете? Он не придет. Я надеюсь, я правильно как бы объяснила. Вот, еще я хочу сказать о том, что, секундочку, хотела сказать о главных принципах, вот, успеха в нашем бизнесе. Я тоже их выделила. Вот, главный секрет успеха в сетевом бизнесе. Дело, как все время обучаюсь. Сейчас следующая тема была после товарооборота – это обучение, важность обучения. Я хочу сказать, что вот эти все тезисы, вот, работать быстро, начать сегодня – работать на мечты других людей, чистая энергия отдачи запускает у нас энергию изобилия, и любить обучаться – вот это основные принципы, понимаете, которые запускают ваш бизнес и позволяют вам добиться успеха. Если вы это понимаете, эти секреты, вы просто прочувствуете, еще раз прочтите, пропустите это через себя, через сердце. Если вы это почувствуете, поймете, запустите, то ваш бизнес обязательно будет процветать. Это я тоже научилась у тех людей, которые добились успеха. Когда я это поняла и приняла, у меня бизнес просто взорвался. И у вас он тоже взорвется. Вот этот работать быстро, начать сегодня – это то, что не откладывает на завтра. Человек, который откладывает на завтра, он не делает никогда. В товарообороте. Он говорит, я не буду сегодня делать товарооборот, я его сделаю завтра, когда сделают люди. Это не случится никогда, понимаете, пока вы не примете решение. Потом, работать на мечты других людей – это очень важная такая тема, потому что, может быть, даже самое главное. Вот тот человек, который приходит зарабатывать деньги, мы вообще все сюда пришли зарабатывать деньги, он должен понять, что мы сейчас и мы идем к человеку и должны думать о выгоде того человека, а не о выгоде своей. А когда мы пришли к человеку на встречу и думаем о своей выгоде, и у нас в глазах только наши доллары, то у нас не получится это, понимаете. Поэтому подумайте о том, как вы даете человеку информацию. И это закон тоже Вселенной, что только чистая энергия отдачи, за нас энергию изобилия. Это я тоже сейчас прохожу тренинги, я обучаюсь Елизаветы Бабановой. Она говорит, что это вообще на первом месте. Это важно. Если вы хотите реально запустить энергию изобилия, то только с помощью отдачи. Сначала вы должны отдать и морально, и материально, и время на человека, и поехать к этому человеку, и помочь человеку стать богаче, сильнее, умнее. И только после этого к вам все это вернется. Если у вас сегодня достаточно денег, подумайте о том, как вы делитесь с другими людьми, понимаете. То есть что-то вы делаете не так. Ну и, конечно, нужно, естественно, обучаться у тех людей, которые это уже сделали. Обучение – это следующий шаг, это последний шаг в нашей системе. И я считаю, что это обязательно условие построения любого бизнеса, потому что уверена, что всегда во всем, везде успеха добиваются профессионалы. И чтобы таковым стать, нужно обучаться. Большинство людей, которые приходят к нам в команду или в сетевой бизнес, они не имеют опыта продаж. Я такая же пришла. Я вообще инженер этой связи, продавать вообще не умела. Многие не имеют опыта коммуникации. Я знаю людей, которые не умели даже разговаривать. Я сама была не очень сильная и научилась именно здесь этому. Не работать с руководителями. Но я, допустим, вообще говоря, руководителем работала. И, может быть, здесь мне немножечко проще. Я имею такие качества, как бы руководители. И люди, которые работали руководителями, они, наверное, быстрее с командой наладят контакты. А те люди, которые не работали руководителями, пытаются все делать сами. Поэтому здесь, конечно, нужно учиться управлять структурой, людьми. И таким образом мы же приходим сюда. У нас принцип преумножения усилий. У нас принцип равных возможностей. Но при этом у нас все равно есть принципы. Кто-то раньше... И была взаимопомощь. Вот тут такой момент важный, что у нас должен быть док такой команды. Понимаете? И этому тоже нужно учиться. Это, в общем-то, сложно для всех. Тем более в нашем обществе, в котором всегда воспитывали людей, которые не должны быть богаты. Я вот всегда говорю, у нас люди бедные, зашоренные. И они боятся всего. Они в страхах, в общем-то. И они всегда в голове сидит вот это. Ну не были богаты, нечего и начинать. Слышали такую фразу? Ну это типа бизнес не для меня. Это деньги. Эти деньги я хочу, но это не для меня, видимо. Поэтому, конечно, нужно открыть человеку видение и помочь ему преодолеть все эти страхи, возможности, показать, что он сможет. А назначенный человек сможет. Поэтому очень долго и правильно с человеком работать. И вот я тут еще выделила привычки голд-менеджера. Голд-менеджер – это у нас такое звание высокое в компании. Я хочу сказать, что тот человек, который превратил вот эти вот привычки в свою жизнь ежемесячную, то тот человек и добивается вот этих результатов. И у нас, в принципе, два голд-менеджера в команде. Но я хочу сказать, что у нас уже много людей, которые вышли на 28%, уже обрели такие же привычки. Это люди, которые имеют чеки за 100 тысяч. И уже я горжусь тем, что таких людей у нас уже много. И вот эти привычки вы должны привнести в свою жизнь. 100% потребитель. То есть вы все пользоваться должны продукцией. Понимаете? 20, но лучше 100 баллов в месяц. Я думаю, что обязательно это нужно делать товарооборот. 20 баллов-то мало, хотя, в принципе, это политика компании, что от 20 баллов делаем товарооборот обязательный. Минимум 2 встречи в неделю или 8 встреч в месяц – это мы даем информации о бизнесе. Но это самый маленький минимум. То есть 8 получается. Вообще, реально, я считаю, что 8-15. У вас появляется 5-10 клиентов, которые вам делают заказы и помогают этот товарооборот делать. И они неизбежно появляются у тех людей, которые все-таки дают информацию о нашем проекте. А мы сюда пришли, что делать? Продвигать продукцию. Поэтому у нас бизнес, что называется, бизнес, мы пришли говорить сюда. Поэтому мы обязательно должны давать эту информацию. Обучение, чтение литературы. Вот 30 минут в день. Я считаю, что нужно обязательно приучить себя это делать. Читать те книги, которые продвигают вас. Может быть, слушать тренинги. Вот я часто сейчас слушаю тренинги Бабановой. Раньше я слушала Алекса Яновского. То есть те люди, которые мне пришли расти. Я чувствую, что у меня какой-то застой в бизнесе. Я написала, что у меня в проекте должно быть там 300 тысяч. И рост должен уже платить, но я этого не достигла. И я понимаю, что я что-то делаю не так. Поэтому я начинаю анализировать свой бизнес и понимаю, что мне нужно немножечко чему-то поучиться, послушать людей, которые, если я слушаю, вам рекомендую. И командный игрок. Запустите дубликацию. Дело в том, что командный игрок — это тот человек, который, во-первых, всегда находится там, где его команда. Обязательно. Это важно. Это тот человек, который понимает, что такое командное мышление. Это тот человек, который ходит на обучение, который встречается с людьми в центре события. Потому что у нас командный бизнес. Мы об этом уже говорили не раз. Но я очень хочу, чтобы вы это прочувствовали. Потому что человек, который вне команды, который не находит время встретиться с своими партнерами, который не находит время встретиться с партнерами своих партнеров, который не находит времени поехать на мероприятие, которое проводит компания или лидера компании, то этот человек не командный игрок, и, скорее всего, человека у него не будет. Потому что он, во-первых, не запустил энергию отдачи, во-вторых, он индивидуалист, скорее всего, что я же говорю, что здесь не получится, ему нужно пересмотреть приоритеты и, скорее всего, заняться каким-то таким геналичным бизнесом, понимаете? Поэтому человек должен понимать, раз ты воспринял решение, пришел в сетевой маркетинг, то ты должен быть в центре событий. И 18 месяцев без перерыва – это то, что вы должны делать от и до, но без перерыва на выходные, просто всякое свободное время вы используете для построения бизнеса. И только по истечении 18 месяцев, когда уже у вас бизнес маломальски построен, вы можете взять, не делегировать свои обязательства, команду бросать нигде нельзя, всегда должна быть на связи, у вас есть или планшет, или компьютер, команда всегда на связи должна быть, даже если вы уезжаете очень далеко, то всегда на связи, и есть люди, которые вас дублицируют, и которые вы можете делегировать свои обязанности. Я думаю, что это всем понятно. Ну и вот, ой, это не тот, вот список литературы для самообразования. Та литература, которую я давала, это основные книги, которые мне помогли построить бизнес. Я думаю, что они помогут и вам построить бизнес, но кроме того, они помогут ваше мышление. И вот мышление предпринимателя от мышления наёмного работника нужно поменять тем людям, которые были в наёмном труде. Потому что наёмный работник — это человек, который работает в найме. Не знаю, может, кому-то не нравится от слова «раб». Это пишет Роберт Киосаки. И на самом деле я когда-то думала, что я нахожусь в таком прекрасном месте, руководитель, хорошо зарабатываю, хотя посмотрела на это с другой стороны, поняла, что никакой защищённости у наёмных работников особой нет. В общем-то, незащищённости ни от увольнения, незащищённости от больничного, от болезней, от пенсии и так далее. И куча всего. И кроме того, что когда вы работаете в найме, вы всё равно работаете на чью-то мечту, понимаете? То есть кто-то осуществляет мечты свои, а вы помогаете ему осуществлять эту мечту. А пора бы, мы же взрослые люди, пора найти свою мечту и работать на неё. И вот опять же о стоимости зубной пасты. Предприниматель говорит о том, что мышление у неё другое. Он говорит, сколько я могу с этой пастой заработать, а наёмный работник, он говорит, что эта паста дорогая, я её не куплю. То есть совершенно другое мышление. Поэтому, чтобы поменять вам мышление на предпринимательской, это книжки нужно читать Роберта Киосаки, потому что в наше время, конечно, у нас финансовое образование очень плохое, нам не давали этого. Думай богатей, Наполеон Хилл, он тоже меняет мышление. Ну вот супер-жизнь, Роберт, достижения Максимума от Брайана Трейси, они меняют ваше подсознание, вашу психологию. И даже на уровне подсознания вы начинаете работать со своим подсознанием, для того, чтобы у вас переписалась вот эта сознательная часть вашего разума, для того, чтобы вы поняли, что жизнь устроена по-другому. Это важные секреты, тоже законы Вселенной, которые я когда-то не знала. Не знаю, знаете ли вы, я вам пытаюсь рассказывать об этом, но на самом деле я их не знала, поэтому у меня не получалось. Когда я узнала и стала жить в соответствии с этими законами, они работают, да, и тогда у меня бизнес случился, и жизнь изменилась. И, кстати говоря, именно эти законы позволяют нам помогать другим людям. Понимаете, вот энергия дачи, когда я помогаю другим людям, то я получаю удовольствие от того, что я помогла кому-то, и кто-то мне сказал спасибо, что он тоже получил такой чек, и благодарит меня за это. Вы знаете, это такое счастье. И вот возникает в голове такая идея, знаете, как здорово, чтобы все были богаты. Понимаете, вот здорово, когда все будут богаты и счастливы. И вот наш бизнес сетевого маркетинга, он позволяет нам помогать другим людям и помогает нам сделать всех счастливыми и богатыми, понимаете. Очень рада, я считаю, что, знаете, вот слышала такую фразу, что бизнес сетевого маркетинга — это бизнес духовного развития, потому что именно в этом бизнесе ты можешь подняться только тогда, когда поможешь другому человеку. Ну, к сожалению, у нас тут не всегда бывает взаимопонимание, и иногда люди, не всегда все правильно мы говорим, не всегда все правильно кто-то понимает. Поэтому я призываю, читали эти законы Вселенной, работали в команде, помогали друг другу, потому что сегодня вот командный бизнес, понимаете, это помощь спонсору и помощь тому человеку, который внизу, под вами, которого пригласил. И дело в том, что эта помощь заключается в разных вещах, но это команда, сегодня мы всей командой сработали, помогли человеку, который там на этом уровне, завтра мы сработали всей командой, помогли следующему человеку. Так мы движемся всей командой, помогаем всем уровням развиваться, расти и хорошо зарабатывать, менять свой уровень жизни. Это очень важно. В чём мы помогаем друг другу? В том, что что-то выучили, вот я эту книжку посоветовала своему человеку, рассказала о принципах законов Вселенной и отдала это свои знания с удовольствием для того, чтобы человек использовал их и для того, чтобы человек двигался. Потом, допустим, я взяла и собрала, вот я заказы получаю на всех, и консолидировала это вот, ну, понимаете, я взяла на себя это сама, самостоятельно, для того, чтобы вам было удобнее получать заказы. И вы приедете в любое время в офисе их возьмёте, да? А на самом деле, как бы вот, я вчера получала заказы в час ночи. И вы знаете, вот, ну, автобус ломался, заказы не передали вовремя, и мне нужно было там всё время звонить водителю, у них там авария была, в общем-то. И когда мне длина часов позвонила, сказал, что вот я подъеду в час ночи. Знаете, в час ночи вышла и стояла, и ждала этот автобус, и получала, тащила эту коробку на всех. Но вот у меня не было ничего с сожаления, а я думала, как, какая я молодец. Вы знаете, я себя похвалила. Я молодец, потому что я делаю добро людям. А люди завтра придут в офисе, это просто за... Груто получит. Но вы должны понимать, что это каждый должен делать. И когда вы что-то своё придумаете, поможете человеку, они просто прибежали в офис, схватили свой заказ, быстро собрали флаконы, и для себя лично, понимаете, у вас бизнес не получится. Да, очень приятно быть полезным. Важно это и понимать, и важно это делать. И вот когда мы все в команде, и когда мы друг другу именно вот так помогаем, тогда у нас и бизнес будет расти. Вот ещё книжка «Управляйте своей судьбой» Джосеф Мерфи. Я хочу сказать, что это тоже книга, которая говорит о работе с подсознанием своим. Она очень важная для того, для того, чтобы вы в себя поверили, для того, чтобы вы чётко знали, что вы достойны большего, что вы можете быть лучшим из лучших, потому что очень многих людей страдает чувство веры, они не верят в себя. Почитайте эту книгу. Более того, можете научитесь управлять не только своей судьбой, а судьбой даже своих близких. Вы им поможете. Это тоже здорово. «Пять языков любви» — это Чепмина. Это та книга, которая рассказывает о разных типах людей и о том, как люди… Понимаете, вот не зря говорили о том, что любовь спасёт мир, да? Ведь мы должны с чувством любви к каждому человеку относиться, и если мы идём к нему с любовью, то, естественно, у этого человека всё получится, да? И это называется чувством отдачи. И вот каждый человек ведь разный. На самом деле, мне тоже этого не хватает, понимания некоторых людей, потому что я обращаюсь к некоторым людям, а они думают, что обижаются на меня и говорят, что я давлю. Вот, кстати говоря, говорят, что я оказываю давление. Но на самом деле я со всей душой хочу помочь человеку, чтобы он тоже вышел на чеки там 200, больше тысяч. И если он больше меня получает, есть такие люди, которые больше получают, они уже ко мне по-другому относятся, они меня уважают за то, что я показала им эту возможность. И вы точно так же подниметесь и поймёте, что вы что-то сами делали, когда это неправильно. Но на самом деле нужно понимать человека, на каком языке он говорит, для того, чтобы он вас услышал. И вот эта книга помогает разобраться во всех типах людей и разговаривать с каждым человеком таким образом, чтобы он вас услышал. И правильно. Вы не обижайтесь на меня, что если я когда-то что-то говорю, что ты там либо должен, либо может. Я честно от всей души желаю, чтобы вы все хорошо зарабатывали. Я хочу, чтобы вы все жили по-другому, лучше жили, понимаете? Чтобы у вас не было таких слов и в голове, что вы что-то хотите и не можете себе купить. Чтобы вы могли куда угодно поехать, чтобы своим близким сделать подарки, чтобы вы мир посмотрели. Реально. Но для этого нужно делать вот эти шаги, чётко приучаться, и читать определённую литературу, и немножечко где-то менять наше мышление, потому что всё, что записано в нас в голове, оно в нашем сознании, оно не всегда касается нашего сознания, это, скорее всего, наше окружение. Итак, я желаю всем успеха. Уверена в том, что вы поймёте, поняли, что я хотела вам донести и о важности обучения, о важности самообразования, о духовном росте, и о товарообороте, потому что я уверена, что мы должны быть или личностно развиваться, у нас духовный должен быть рост, и материальный, потому что мы живём в материальном мире, понимаете? И чем выше человек гармоничнее развивается, тем лучше у него отношения с близкими, с родными, в семье, тем больше у него чек, тем больше у него доход, и тем больше он в мир добра, любви и созидания. Давайте все будем богаты и счастливы. Давайте все будем нести друг другу, помогать людям, не будем считаться, что это мой человек, не мой человек. Меня в другой город попросили, приедь, покажи, расскажи, как там, запусти презентацию, проведи. Я поехала, хотя это не мой был человек совершенно, чужой. И этот человек мне сказал большое спасибо. Я очень рада, что этому человеку это хоть чуть-чуть помогло, понимаете? Дело в том, что неважно, кому вы помогаете. Земля — наш общий дом, и наш мир, он такой, знаете, границ, мы сюда одни, уходим по большому счёту одни. Но я так думаю, что мы, наверное, не рождены для того, чтобы просто прийти, тут покушать, надо пиво выпить, и, допустим, наверное, может быть, детей родить, продлить род. Я думаю, что мы созданы для большего, для какого-то созидания. Поэтому созидайте, творите добро, любите друг друга, делайте товарооборот, читайте книги. Если вы делаете товарооборот, знайте, что вы своим каким-то баллом помогли своему спонсору, скажите ему спасибо, вас пригласил в этот проект, что он не прошёл мимо. Потому что я своему спонсору говорю о том, что большое спасибо, что он не прошёл мимо меня и показал мне эту возможность. И всегда вспоминаю все фразы, которые он мне говорил, что мне нужно поменять мышление и отношения к людям, что люди все хорошие. Я говорила, люди не такие. То есть на самом деле я постоянно работаю над собой, учусь над своими ошибками. Желаю вам тоже, чтобы у вас не останавливался вот этот процесс движения, работы, креативности, отношения к жизни. Желаю вам всего хорошего. До свидания. Если есть вопросы, есть у кого-то какие-то вопросы? Вопросов нет, да? Большое вам спасибо, что меня слышали. Слушайте.